Если вы все же приехали в Севастополь, то вы просто обязаны посетить набережную. Это место скопления народа и людей. Но так получилось, что не в нашем случае. Мы попали сюда в шторм. И это просто неописуемое зрелище. Шторм, волны, ветер. Мы промокли до ниточки, но это пустяк по сравнению с эмоциями, которые мы получили. Если вы выйдете на Студгородке, пройдете до университета и спуститесь вниз, перед вами откроются живописнейшие просторы бухты. Фигеть тут красивую лодочку. Куда ты когда-то выйдет с ней? Ну тут пахнет. Смотри, что чувствуешь? Да, шашлыки. Угу. Жесть. Прекрасный город. Крики чаек, брызги волн. Пока мы снимали, тут вообще поменялось. Солнышко начало садиться. Это тихое и спокойное место прекрасно подойдет для людей, которые любят наслаждаться тишиной и проводить время подальше от толпы. Солнышко начало садиться. Панорама. Музей Панорама Севастополя. Посвящен событию военных лет первой обороны города. 1854-1855. Тут розочки цветут, да, крокусики. Ну или цветочки какие-то. Холодрыга, блин. Мы увидели журавликов. Вон летят. И он не работает. Поэтому на город нам посмотреть не удастся. Печально. Аттракционы, которые закрыты. Мы обошли их с другой стороны и вышли, вышли к виду на вокзал примерно. Он там где-то должен быть. Мы замерзли, мы идем пить кофе. Мы просто идем пить кофе. Папа. Мигалочки. А греться мы пошли в кафетерию. Там вкусный кофе и очень уютно. Кафетерия находится напротив остановки Лазарева. Думаю, не заметить ее будет довольно сложно. Это музыка из Гарри Поттера. Вы тоже сможете ручкой помахать.